Аналитика экспертов важна для понимания происходящих в стране и мире процессов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с коллективом Белорусского института стратегических исследований. Также сегодня аналитики БСИ показали проект «Социальный портрет белорусского общества». Исследование заняло несколько лет и, как отметили авторы, главные запросы белорусского общества – коммуникация, содействие и вовлеченность. В фокусе экспертного сообщества и вопроса безопасности накануне прошел Совет Парламентской Ассамблеи УДКБ. Страны-участники полностью согласны с голосом Минска. Держать оборону важно сообща. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Об этом говорит много раз президент нашей страны. И он политик серьезный, который знает и понимает происходящие процессы в мире. Мы могли в этом не раз убедиться в правильности его действий и в правильности его высказываний. И вчера на встрече с нашими коллегами Александр Григорьевич очень четко и правильно разложил ту ситуацию, которая складывается и в тех странах, участники которого были на этой встрече, понимая происходящие абсолютно четко процессы. Но мы должны все понимать, что все зависит от нас, от каждого взятого человека в нашей стране. А если говорить в целом про наши страны и про союзное государство, конечно, мы в своих устремлениях в сохранении мира должны быть вместе и едины. Еще одна важная тема – мирное урегулирование конфликта в Украине. О том, как коллективный Запад использует Киев для собственной наживы, говорил и Александр Лукашенко накануне на встрече с парламентариями УДКБ. Минск за мир и мы будем настаивать на дипломатии. Инициатива Беларуси по мирному разрешению украинского конфликта сейчас поддержана со стороны Китая, Африки, католической церкви. И мы еще раз должны подчеркнуть, что именно Минск, именно позиция нашего президента была первичной. Мы выступали за мирное разрешение этого кризиса и говорили, что только за столом переговоров можно найти выход. Но вместе с тем мы видели, что страны коллективного Запада нагнетали ситуацию и использовали этот кризис для решения своих финансово-экономических проблем. Не обошли сторону аналитики БСИ и тему расширения НАТО на восток. С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Альянса. Более того, под патронажем США идет планомерная эскалация в регионе. Действительно, наше председательство выпало на самый сложный период. Мы видим, как много проблем. Во-первых, восточно-европейская региона, коллективная безопасность, за которую отвечаем, мы, Российская Федерация, сейчас самое напряженное. Это не только связано с спецоперацией в Украине, но и расширение НАТО, о котором мы уже говорили. Другие вопросы – это, во-первых. Во-вторых, мы видим, что Запад предпринимает попытки расхоролки ДКБ. Откровенно идет давление на Армению. В том числе предлагаются и поставки вооружения. Обвиняется ДКБ в том, что не способна была предварить конфликт.